Ну и теперь мы переходим к созданию круговых диаграмм. Для создания круговых диаграмм используется функция Py. Она выглядит абсолютно так же, как и все предыдущие, с исключением того, что нам нужно просто здесь указать чуть больше параметров. Итак, для начала нам нужно указать куски нашей диаграммы. Это будет переменная slice. Ну, пусть будет там, не знаю, 10, чтобы было понятно 12,4, 16 до 8, например. Указали. Теперь нужно сделать наименования какие-то. Ну, там, пусть будет label сокращенно, да, так назовем. US, например. Ну, по странам пройдемся. UK, Australia, так, Германия и Франция, конечно. Указали. Ок. Они совпадают практически по размеру. Только у нас здесь, видите, 4 элемента, а тут 5. Смотрите, для чего это нужно. Теперь мы пишем Py. Ну, как раз это объявление нашей круговой диаграммы. Это дальше пишем slices, то есть куски. И потом пишем параметр labels, LBS наш. Назвать его не будем. И у нас получается раз, два, три, четыре города берутся. Ну, четыре, точнее, страны. Вот они по очереди United, US сначала взялся, UK, Австралия и Германия. Франция осталась без внимания, поскольку нету для нее значения здесь. То есть, если бы мы, например, задали вам slices, там чуть больше, например, там, ну, он стоит дофига, на самом деле, пусть будет 14, то перестроив график, мы бы увидели Францию. Ну, окей. Это было достаточно просто, поскольку это самый простой график. Теперь создадим график с процентами. Очистим переменные. Также slices, так, slices мы оставим такой же, какой и был. Labels такие же. Теперь мы как раз вот начинаем создавать новые переменные. Это pct. Это у нас будет функция round от, ну, это проценты, да, то есть percentages. Слайсис. Ну, как бы все знают, да, как проценты вычисляют, наверное. Сумма наших слайсов. И поделить это дело на сто. Ой, умножить, точнее, на сто. Вот, например, здесь. Ок. 22, 27, 337. Это в сумме они получат сто. Так. Теперь у нас lbs немножко поменяется. А, lbs. Это новая переменная будет. Это будет функция past. Сейчас расскажу, как она работает. lbs. Проценты. Это добавляет проценты, то для этих, как его, для процентов, ну, для лейблов наших, то есть, чтобы добавилось. Так. И тут я что-то намудрил. Past. lbs. lbs. Вот. lbs2 и так далее. Теперь в lbs нужно еще добавить вот так вот. Сделать запятую. Здесь написать процент. Потому что у нас же добавилось, да. Теперь делаем так. Нажимаем зап. Ну, вообще, на самом деле, можно lbs было не использовать. Чтобы сократить. И это куда-то. Ну, зап это, как даже в питоне было. Ну, в конец, короче. Вот, видите, у нас... Здесь опять ошибочка. Вот. Ну, и у нас теперь есть как бы то, что было, то, что стало. Если вы хотите удалить какую-то переменную, можно написать remove. И lbs, например. Все. И они будут. Ну, далее создается наш пай. Вот. Слайцы, лейбл. И давайте его немножко разукрасим. Все помнят, что для цвета используется параметр call. Для здания цветов случайных. То мы возьмем rainbow. Возьмем размерность нашего текста. Возьмем наших лейблов. И все. И получаем ошибку. Потому что lbs у нас нету. И мы пишем lbls. Получаем вот такой прекрасный цвет. Их четыре. Раз, два, три, четыре. Потому что у нас размерность другая. Если мы зададим слайсы с нашей переменной уже никак не 12, 4, а 12 и 4. То мы при перестроении графика получим вот такую красивую круговую диаграмму. Это что касается 2D диаграмм. Также здесь у нас есть 3D диаграммы. Такие же круговые. Но мы их рассматривать сейчас не будем, поскольку они используются достаточно редко. Поэтому это вам на самостоятельные исследования. А с работой графиками в языке R мы на этом все. Мы с вами прощаемся. До следующих уроков. И всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok